Объятие 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 протеереи и мощный протодиакон, голос которого, возглашающий просительную ектинью, был даже записан на пластинку. И голос этот, и фотографии этих славных боголюбивых предков нам удалось услышать лишь краем уха и увидеть лишь краем глаза. Вся эта роскошь хранилась у двоюродной сестры моего мужа, которая скоропостижно умерла, а имущество ее куда-то уплыло. На отце моего мужа, Николая Дмитриевича Вигелянском, этот славный род прервался, поскольку тот стал писателем и журналистом, потом сидел в лагере, вышел по Бериевской амнистии, был поражен в правах, поселился в провинции, где чем только не занимался, был даже учителем танцев. Потом, уже после смерти Сталина, семья перебралась в Москву. Сын Николая Дмитриевича поступил в литературный институт и стал литературным критикам и журналистам. Казалось, что священническая династия завершилась. Но, видимо, благочестивые предки Вигелянские молились о продолжении своего рода, и Господь остановил свой выбор на моем муже. Не вы меня избрали, но я вас избрал. И наша жизнь в какой-то момент вдруг резко изменила свое русло и бурно потекла туда, куда мы и не смели заглядывать. И вот, в конце концов, 14 февраля 1995 года, моего мужа рукоположили в диакона. Тут все было чудесно. И то, что хиротония была назначена на день святого мученика Трифона, которого мы очень почитали. И то, что она состоялась в храме знамения Божьей Матери около метро Рижская, который был наш, куда мы много лет ходили с детьми, где знали все святыни, все иконы, всех священнослужителей, певчих и прихожан, и то, что эту хиротонию совершал сам святейший патриарх Алексий II. Стоя на литургии, которая уже подходила к концу, я внезапно повернула голову, как это бывает, когда кто-то смотрит на вас сбоку, и вы чувствуете этот взгляд. Я повернула голову. Там был левый предел с чудотворной иконой Трифона-мученика, а далее у окна распятие из гефсиманского скита, Голгофа. Я всегда молилась перед этим распятием, когда бывала в этом храме. Я ставила перед ним свечи, я прикладывалась к распятому Христу, целовала скорбящих возле него Матерь Божью и святого Иоанна предтечу. Но сейчас на литургии, внезапно повернув туда голову, я вдруг увидела нечто новое, что поразило меня, нечто невероятное, невиданное мною доселе. На этот раз я увидела не прибитые ко кресту руки, не ладони с гвоздинными язвами, нет, я увидела только распахнутые навстречу мне объятия Христа, только ликующие блаженные объятия. Через некоторое время я написала стихотворение. Сердце-предатель, сердце-всадник и странник, сердце-охотник в засаде и зверь в загоне, сердце-старый дьячок, бубнящий под нос помянник и чародей на троне, и ростовщик, шулер, рабовладелец, и фарисей, смертник, и смерть, бузящий в плацкарте, ну а пача-отшельник, безмолвник и погорелец, и второгодник на самой последней парте. Сквозь все его перебои и перестуки, сквозь кожаные его мешочки и платья, только одно и поймешь, как не раскинешь руки, получается крест, и распятое распахивает объятие. Вскоре и наш сын Николай был рукоположен в дьякона, так что священнический род, прервавшись было, вновь восстановился. Продолжение следует...